Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт 2.78 дверей. Сегодня мы рассматриваем достаточно такой большой расклад, который называет, что его окружает сейчас, мысли, чувства, намерения. И смотрим мужчина. Какой у нас мужчина? Мужчина обладает сильнейшей интуицией, он прислушивается к интуиции. Ну, не скажу, что он там верит в магию, например, да, но не без этого. Мужчина, который попал в ситуацию, что от него сейчас мало чего зависит, и он не двигается в вашем направлении, он из-за этого переживает. И по королю мечей, королеве мечей, да, я скажу, что мужчина может заниматься юридическими какими-то вопросами, ну, например, быть советником. Так, его мысли о прошлом. Так, смотрите, в прошлом он очень сильно боялся вас потерять. Он понял, что он не может вас забыть. Он даже как-то отходил от вас в сторону какой-то период времени, да. Понимал, что забыть вас не может, что все время думает о вас. Его это немножечко где-то раздражало, но он изначально понял, что вы его судьба. Он хочет с вами детей и хочет с вами семью. Его мысли о будущем. Так, смотрите, мысли, что вы его жена, что вы ему нарожаете кучу детей, что вы умница, красавица, императрица. То есть он вас выбрал. Он понимает, что только вы вылечите его душу, вы его доктор, вы его врач. И что он должен преодолевать препятствия на пути к вам. Его планы. Конечно, он хочет, чтобы вы ему подчинялись. Конечно, он хочет вами управлять и манипулировать. Конечно, он хочет, чтобы было так, как он задумал. И в планах поменяться ради вас. Он будет меняться, он будет подстраиваться ради любимой женщины. Что есть в этих отношениях как фундамент? Что уже заложено? Вы оба хотите жить вместе, вы оба хотите детей, вы оба хотите официальный брак. Поэтому вы общаетесь. Где-то неумело, где-то по-детски, где-то играючи. Но желание обоих, оно, скажем так, идентично. Его чувство, что вы тот шанс, который ему, скажем так, нарожает деток. Будет продолжение его рода. То, что нужно будет преодолевать препятствия, которые, скажем, вот прям стоят на пути. То есть он понимает, что он должен что-то делать. Его чувства в прошлом. Какие они были? В прошлом он пытался к вам подъехать. Вы его бортанули. Он, конечно, опешил. Потом он начал как-то аккуратно со всех сторон к вам подъезжать. Понимает, что вы такая непростая. И понимает, что вы самодостаточная и не ведетесь на дешевый развод. Его чувства в будущем. В будущем все будет вас устраивать обоих. И его в том числе. Да, он будет рад, что эти отношения есть. И он готов жить с вами всю оставшуюся жизнь. То есть ему нужен брак на всю жизнь. Так, что бы он хотел получить? Он хочет быть вашим мужем. Он хочет получить легкие и комфортные отношения. Без скандалов, без истерик. Он хочет радости и счастья. Он хочет страстного секса с вами. И он хочет действовать. Так, что он получит в чувствах, в результате? Большую любовь взаимную. У него начнутся, благодаря вам, увеличиваться финансы. То есть вы будете как-то стимулировать. И вы будете узнавать друг друга все больше и больше. Ему намерение в прошлом. В прошлом он переживал из-за отказа. С ума сходил. В прошлом он понимал, что вы непростая женщина. Обладаете какими-то магическими способностями. И в прошлом он вас звал к себе. Его намерение сейчас. Намерение сейчас приехать самому, чтобы встретиться. Он готов пойти за вами на край света с котомкой за плечами. Ну или в конце концов сесть на самолет и прилететь. Так, его намерение в будущем. Намерение в будущем наслаждаться вашей вкусной энергией. Переписываться с вами ни в коем случае. Не упускать вас из виду и быть счастливым. Его действия в прошлом. Его действия в прошлом. Смотрите, он тормозил, обдумывал планы. Ничего не делал. Был, конечно, безумно вами увлечен. И понимал, что это судьбоносные отношения. Да, что бросить он их не может. То есть он очень долго обдумывал это все. Его действия сейчас. Ну, вы обмениваетесь какой-то информацией. Он болезненно ждет. Понимая, что сейчас как бы невозможна встреча. Он за вами наблюдает. Он где-то ревнует. Подозревает, что может быть кто-то другой. Потому что как-то оттягивается встреча, да, по вашей причине. Его действия в будущем. В результате у вас произойдет встреча. Комфортная такая, счастливая, романтическая. Которая прям будете говориться, не наговориться, да. И он, конечно, хочет у вас заполучить свою золотую клетку. Потому что вы его безумно будете, ну, скажем так, возбуждать, привлекать. И он понимает, что вы в жизни еще лучше, чем при общении по интернету. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный. И мы рассмотрим вашу ситуацию.